Когда горожане только начинают просыпаться на работу, в селах уже вовсю кипит жизнь. Несмотря на раннее утро, рабочий день зоотехников и доярок агрофирмы Тетюшская был уже в полном разгаре. На предприятии в этом году прошла масштабная реконструкция, которая позволила увеличить количество стада на 200 коров. Закуплено новое доильное оборудование. Безусловно, это позволит нам дополнительно увеличить объем молока, сырья, который поставлять будут на наше молокооперировочное предприятие. Что в рамках продовольственной безопасности для нас является очень важным. Все новости, что позволили молочной ферме соответствовать европейским стандартам. О том, как развивается хозяйство, рассказали губернатору Сергею Морозову. В Тетюшском губернатор провел совещание, посвященное мерам оказания государственной помощи крестьянам и фермерам. Большой урожай этого года принес не одни только радости, но и сильно снизил цены на продовольственном рынке. А это привело к тому, что сельхозпроизводители недополучат значительные суммы. Это все же больше такая вот социальная нагрузка на людей, которые, живя сельским укладом, ведут еще, так сказать, большую государственную работу по обеспечению продовольственной безопасности. Поэтому мы не всегда и должны относиться с таким, в отличие, может быть, даже прошу прощения от других предпринимателей, большим уважением и большей заботой. Участники совещания пришли к соглашению, что на помощь аграрному сектору из областного бюджета в следующем году будет выделено 150 миллионов рублей. Ориентировочно в феврале эти деньги получат производители зерновых и зернобобовых культур, сахарные свеклы и подсолнечника. А в марте придут деньги из федерального центра в виде пагектарных субсидий. Это еще 50 миллионов рублей. На улице снова темно, но это уже не утро, а поздний вечер. Рабочий день крестьянина еще не закончился. Только это уже не ферма в Тетюрском, а птицефабрика в Вишкайне. Производство также модернизируется и изменяется в лучшую сторону. В этом году здесь ввели в эксплуатацию новый корпус. Сколько вы в этом году провели? 80 миллионов яйца. А это еще 100? 100 планированных. А зачем? Из-за того, что мы ввели новый корпус, соответственно, он нам будет давать увеличение объема производства. И это в общем по году получится увеличение на 20 миллионов. То есть корпус будет давать где-то 1 миллион 200 яйца в месяц. Изменения на производстве в новом корпусе не ограничатся. В обозримом будущем планируется строительство мини-элеватора для заготовки кормов. Я думаю, что таким вот образом в ближайшее время фабрика, наверное, будет одна из самых крупных не только в Ульяновской области, но и у наших соседей здесь, из ряда регионов Российской Федерации. Работники предприятия смогли поделиться своими бедами в личной беседе с губернатором. Их проблемы, как вопросы развития фабрики, будут в обязательном порядке решены. Егор Титов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.